Сегодня в программе Михаил Ефремов и ситуация, которая показала, в какой стране мы живем. Только Михаил Ефремов. В эфире программа каково? Программа для тех, кто принципиально не хочет быть скотиной. Михаил Ефремов убил Сергея Захарова и должен сидеть в тюрьме. Должен ли Михаил Ефремов, убивший Сергея Захарова, сидеть в тюрьме? Это и есть вопрос, который для многих превратился в квадратуру круга и в неразрешимую задачу. Должен ли сидеть в тюрьме человек, который в силу своего статуса может быть освобожден от этой обременительной неприятной миссии? Вот вопрос, который занимает всю страну. В стране не очень интересно знать о дальнейшей судьбе Михаила Ефремова, который тем вечером убил себя сам. В стране интересно знать, повторит ли он судьбу, например, Евгении Васильевой. Помните такое имя? Но программа не о Евгении Васильевой, программа о Михаиле Ефремове, о любви и ненависти. Программа каково вашему вниманию? В 1978 году, когда мне было 8 лет, на экраны советского проката вышел фильм «Когда я стану великаном». Не помню имени режиссера. По-моему, это была женщина, редкая и по тем-то временам. Сейчас женщина-режиссер не редкость и не в диковинку. А тогда женщина-режиссер была, как Татьяна Льознова, автор и постановщик «17 мгновений весны», предметом обсуждения в каждой курилке. По-моему, женщину звали Инесса Туманян. Фильм назывался «Когда я стану великаном». Когда я ехал сегодня на запись программы «Каково», посвященной тому, что случилось даже не с Михаилом Ефремовым, а со всеми снами, тем вечером, когда он врезался в машину, ведомую простым рязанским парнем Сергеем Захаровым, я подумал, нужно начать именно с этого фильма. До невозможности сентиментального. Не видели? Посмотрите. Это был второй фильм фильмографии совсем маленького Миши Ефремова, сына на тот момент гремевшего на каждом углу актера Олега Ефремова, про которого вы тоже, наверное, все знаете. Второй фильм. Про первый ничего не скажу. Но «Когда я стану великаном», он читает стихи. Знаете, какого содержания? Если мне не изменяет память, в период самоизоляции я все порывался пересмотреть этот фильм, клянусь вам, как будто в воду глядел, но так руки и не дошли. «Когда я вырасту и стану великаном», читал стихи в этом фильме маленький Миша Ефремов, «Я всем разбитые коленьки залечу». Боже мой, почему мне сейчас, как сквозь стекла бинокля, видится именно этот фильм, именно эти кадры, где маленький Миша Ефремов, отвергнутый одноклассницей, в который он был беззаветно влюблен, читает то, что стало моей жизненной программой. «Когда я вырасту и стану великаном, я всем разбитые коленьки залечу». Боже мой, почему теперь, с высоты этих лет, ввиду того, что с собой и своей жизнью сотворил, мой давечник-умир Миша Ефремов, мне помнится только эта строчка, перепроверьте меня, посмотрите фильм. «Когда я стану великаном, заодно проверим и мою память, которую я все время бравирую, потому что программа каково, в том числе, о памяти, о том, какая короткая она у тех, кто вчера любил, а сегодня отвергает». Некоторое время назад Михаил Ефремов, который называл себя жизнерадостным пьяницем, а я вовсе не алкашом, дал интервью Дмитрию Быкову. Дмитрию Быкову, который знает цену слову, как никто другой в нашей стране. Я восхищаюсь автором Дмитрием Быковым, и я очень пристанно наблюдаю за тем, что он пишет, публикует и что он произносит вслух. Это колоритнейшая личность, и именно ему Михаил Ефремов дал интервью. «Извините, что я спрашиваю», – говорит Дмитрий Быков. «Но всем известно, что отец ваш пил много, это даже попало...» Начал с отца. Это даже попало в книгу Смелянского, был такой очень известный театральный критик. И сделала ее скандальной. Книга называлась «Уходящая натура», и именно это название книги обыгрывает в своем ответе сын Олега Ефремова, Михаил Ефремов, нынешний убийца. «Уходящая натура» написана с любовью и без грязи. Если вас интересует, что я думаю о публикациях насчет моего алкоголизма, слушайте внимательно. Да, и насчет самого алкоголизма, уточняет Быков, если он есть. Ответ Михаила Ефремова, теперь приобретший космогонический, метафизический и метафорический масштаб. Он сильно преувеличен, как минимум. Но я не собираюсь вам говорить, что не пью. Это глупо было бы. Я пью. Причем не столько ради опьянения. Мне и в детстве не удавалось допиться до абсолютной эйфории, до счастья. Сколько ради похмелья. Сколько ради похмелья. Это особенное состояние, которого ничем иным достигнуть невозможно. Тут стыд, страх, полная честность. Все вместе. И когда играешь на сцене с похмелья, тут у тебя по-настоящему обнаженные нервы. В ответе Дмитрию Быкову, в общем, сказано все. Не ради самого питья, которое на Руси есть веселье, а веселье есть питье. А там, где питье, даже Леонид Парфенов подтвердит. Там уже с чисто фонетической точки зрения употребимо космическое понятие бытие. Для русского, грузинского, если угодно вам человека, жизнь на Руси есть питье. Потому что питье синонимично веселью. А питье и бытие – это одно и то же. Не вдаваясь в подробности этого уравнения, которое стало смыслом жизни для Миши Ефремова, чья жизнь закончилась ровно в ту секунду, когда он врезался в простого рязанского парня, он даже в ответе Дмитрию Быкову говорит, что он играет с похмелья. И как красиво он это обосновывает. Но тогда, когда вышло в эфир «Читай в свет» это интервью, никто не придал значения никакого этим словам. Потому что в Миши Ефремове вы, да и я узнаем себя. Разве мы не рубим с плеча, когда заходим и оккупируем барную стойку, даже в дни пандемии? А говорят, что он был в том баре, где его привечали независимо от эпитемии и возбранения, изданных мэром города Собяниным. Разве он не квинтэссенция русской жизни? Нажерусь и на авось сяду за руль. Разве этот образ рубахи парня и рубаки парня, что только на слух одно и то же, а в жизни бывает крайне неприятно. Разве то, что в нынешней жизни стало приобретать те формы, при которых дебоширы в самолетах перечеркивают наши отпуска, ну, до недавнего времени. Разве это не Миши Ефремовы? Разве мы с вами не Миши Ефремовы? Это не тот случай, когда, расстреляв парижскую редакцию сатирического журнала «Карикатур», всех обязали носить морально, обязали в кавычках, «Майки», «Мы тоже», «Голунов» и так далее. Не тот случай. Но разве мы не Миши Ефремовы? Разве мы не находим особенного удовольствия в том, чтобы сделать все наперекор уголовному кодексу, поиграть со стрием ножа, походить по лезвию ножа? Разве мы не узнаем себя в нем, когда сейчас многие псевдоморалисты, начиная с Собчак и заканчивая многими, очень близкими мне людьми, теми людьми, что подписали коллективное письмо, обращенное в Верховные инстанции, надо же было набраться наглости. И посылают ему, пользуясь, цитатой Собчак, «лучики добра и поддержки человеку, совершившему убийство». Я любил Михаила Ефремова, но он убил человека, и он должен сидеть за это в тюрьме. Разве эта формулировка, которую я издал в эфире программы «Каково?» требует разъяснений? Он убил парня, не имеющего отношения к его стилю жизни. Потому что играть с похмелья – это значит добиваться более сермяжной правды. В том же интервью он, между прочим, говорит о том, как грань между добром и злом стирается, если ты в космическом состоянии, пограничном состоянии. Если абстрагироваться от красивых слов, мы с похмелья не находим в себе оправдания? Ну да, я перебрал. Ну да, мне неловко. Да, вел себя безобразно. Да. Но разве не в этом полнота жизни? Если уж русский философ Константин Леонтьев пишет, в жизни может быть только дно и вершина. Срединного для нашего человека не дано. Да, может быть. Может быть, даже поклонники команды ЦСКА могут избивать до полусмерти поклонников команды Спартака и наоборот. Но пока дело не доходит до убийства. В тот вечер, когда пьяный и, возможно, напичканный транквилизаторами, эта версия тоже рассматривается, Миша Ефремов врезался в машину, которую для того, чтобы заработать для родни, вел простой рязанский парень Захаров, о котором мы слышали только, может быть, даже преувеличенно хорошее за все эти дни. Я написал об этом в одной из статей. В те дни по всей Москве распространился смрад смерти. По всей Москве. По всей Москве разлилась лютая ненависть простого люда, люмпенов, к тем, кого показывают по телевизору, если мы так условно обозначим тему. Почему толпа требует заклания жертвы? Толпу же невозможно обвинить. Пишут, хватая за голову разные горе-искусствоведы. Как же вы вчера поклонялись ему, а сегодня вы тому, кому поклонялись, кричите «фак» и требуете его четвертовать. Но это людская природа. Природу не изменишь. И Миша Ефремов об этом знал. Не ему ли, игравшему Макбета в пьесах шекспировских, в пьесах по Чехову, не ему ли знать, что человек ничтожен и мал? Не ему ли знать, что в эпоху всеобщей цифровизации каждое поведение, будь то Атарик, будь то Алена Водонаева, будь то даже чертов, участник программы «Что было дальше?» нас изучают на просвет. Но Миша Ефремов – человек старой гвардии. Он садится за руль, потому что ему все равно. Потому что в прежние советские времена его останавливали, улыбались ему и говорили «Видели тебя вчера по телеку в балетной пачке в фильме какого-то новомодного русского режиссера «Новой волны». Ну ты вот так играл. Ну давай, езжай дальше». Но это закончилось смертью и самоубийством. Потому что в тот вечер Михаил Ефремов убил и себя тоже. Особенно трогает тот момент, особенно трогает тот момент, не по-хорошему трогает, что даже в этой совершенно бессмысленной, несуразной смерти все нашли повод для самоутверждения. Тут же сцепились оба стана, прописавшиеся навсегда в рунете, в котором я бываю только по силе необходимости. И только потому, что готовлю новый выпуск программы «Каково». Все возмущаются по поводу лицемерия. Причем по поводу лицемерия возмущаются лицемеры. Понятно, что «Россия-1» заполонила ток-шоу без моего участия. У меня не было времени туда поехать. Ток-шоу под названием «Под лупой изучим жизнь нашего героя». Вот его, патриархального, буколического. Знаете, был такой род литературы, буколик, описывающий прелести деревенской жизни. Захаров, ведь он почему был в Москве? Он помогал маме. Когда моя мама Нелли была жива, я каждые выходные при прежнем авиасообщении отправлялся домой в Кутаиси, чтобы маму поцеловать, обнять ее. Захаров был из такой породы. Он был старше меня тогдашнего. Ему было 57 лет. Тем паче. Его привязанность к маме вызывает у меня желание разрыдаться прямо в эфире. Не все же нам Ваньку валять здесь в программе «Каково», глумясь над нынешними псевдоавторитетами. Захаров, в которого врезался Михаил Ефремов, и я сейчас не делаю все для того, чтобы прокуратура еще большей степенью праведного гнева налилась, чтобы глаза у него налились гневом. Нет. Просто констатирую факты. Как говорят его друзья, он каждые выходные ездил туда, к маме. Для меня, как для выросшего в патриархальных краях соблюдением всех семейных ценностей, извините за это. Извините за меня, за пещерного кроманьонца, за это. Для меня особенно важный факт. Он ездил и помогал, строил план на будущее. Вы можете себе представить это? Я не многих русских парней, москвичей, коренных, например, знаю, которые даже маму в соседнем подъезде навещают. Он ездил туда. И по лицу, если уж говорить о физиогномике, посмотрите, на кого похож его убийца. Тот, кого мы любили со времен фильма «Когда я стану великаном». И какое доброе, чистое, красивое лицо у так и не дожившего даже до 60-летия, а это для грузина подростковый возраст, Сережи Захарова, сравните физиогномически. Когда я видел карикатуру на человека, которого прежде любил, который шатаясь, шел от машины к машине, под хихиканье, заставший это преступление молодежи, не знавший, кто такой Михаил Ефремов, видевший какого-то урода перед собой. Я думал, боже мой, что он с собой сотворил. В том же письме, которое по поводу лицемерия опубликовала в интернете Ксения Собчак, она пишет, да, наверное, он сидит в квартире над обломками своей жизни. Нет, он в гробу. Он в таком же гробу, как и Захаров. Он убил себя сам. Тем вечером произошло два умершления. Одно насильственное, и человек рассчитался за свою жизнь, некогда талантливую. Ведь если мы говорим о том, о той злой иронии судьбы, когда человек со сцены и с экрана проповедует истины и материализует то, что сказано в Библии, говорит, не трогай людей, возвеличь маленьких... О чем Чехов? Чехов о внимании и уважении к маленькому человеку, который может быть и не такой великолепный, как Никита Михалков, все добивающийся монархии в стране. Ущербный, с миллионом изъянов. Но он человек. И он требует себе уважения. Об этом Чехов. И во всех интервью Михаил Ефремов говорил, я за маленьких людей. И вот эти фото, которые с ним выкладывают те, кто фотографировался с ним во время пьянок, говорят, вот он такой пацан. Он такой пацан. Я знаю. Вы мне рассказываете? Однажды в Киеве, однажды в Киеве, когда он приехал вместе с сыном Никитой, спросите у Никиты, на съемке программы «Разбор полетов» найдите ее в интернете, если думаете, что я лгу. Телеканал «Интер», которым заведовал нынешний президент Зеленский. Мы с утра порожнили четыре бутылки водяры. Он получал очевидное наслаждение от процесса выпивона. Кто не получает? Но это было утро. И если в моей жизни никогда не садящегося с пьяну за руль человека выпивоны были, есть и будут, в них самих, как в жанре, нет ничего крамольного. Ты давишься, когда в угоду товарищам пьешь уже на утро, то тут было иное. Быкову он сказал одно, а я наблюдал другое. Сладострастие, с которым потреблялась жидкость. Потом были съемки. На съемках все смеялись. Знаете, как съемочная бригада смеется, знает, что гость пьяный, но съемку не отменишь. И стояли все вот так и смотрели на Ефремова. Это Ефремов. По инерции магия имени работает в любой обстановке. Это Ефремов. Гость из Москвы. А это Киев. Киностудия Медовженко. Ты не скажешь ему, что ж вы наклюкались, что ж вы налокались перед съемкой. Потому что уважение к нему, инерция имени, магия имени. В прежние времена артист был недотрогой. Как девчонки из Кутаисской средней школы номер 15, выросшие в строгих правилах не давать к себе прикасаться до той поры, пока тебе не докажут право на любовь. Мы смотрим на мир мрачно. Если человек читает только то, что публикует в интернете по поводу случившегося с Ефремовым, убившего себя самолично, то я понимаю людей, которые смотрят на мир мрачно. Мир выглядит совсем пропащим. Потому что никому ведь нет дела до Михаила Ефремова. Никому нет дела до подробного анализа ситуации. Что же случилось со всеми с нами, если мы стали играть в игру «Угадайку»? Сколько лет ему дадут? Всех от Воркуты до Самары интересует, сколько лет ему дадут? Человек ничтожен и мал. Об этом и писал кумир Ефремова-Чехов. Но не до такой же степени. А у самого Ефремова шестеро детей. Как они относятся к тому, что их папа убил человека? Их папа – убивец. Одна из дочерей, как Павлик Мороза в военное время, отреклась от своего папы. Что говорят другие? Что говорит Никита? Я не слышал его точки зрения. Я понимаю, что людям сейчас больно. Я понимаю, что им сейчас очень больно. Когда мы встречались в Киеве, я даже напомню, я вчера сверился с первоисточником, я помню, как мы, выпивая, это был веселый выпивон, русские и грузины не пьют мрачно, они пьют весело. Ефремов говорит, жизнь – это пьеса, история или пьеса. Можно Макбет? Цитата, я вчера сверился, и оказалось, что память у меня ого-го. Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная яростью и шумом и не значащая ничего. В жизни все взаимопереплетено. Он либо играл в этой пьесе, либо он запомнил из-за красивости эту реплику. Жизнь не значит ничего. Идите и объясните это маме Сереже Захарова, которая пережила сына, а маме позже. Жизнь значит очень многое для нас. Она ведь в сущности ничего не значит. Мы не знаем о ней ничего. Зачем мы здесь? Зачем мы здесь? Что мы должны делать? Для чего мы предназначены? Никто из умных людей, гораздо более умных, как я, даже Пивоваров ваш, даже Леонид Парфенов ваш, даже ваша Собчак и ее мама не знают ответа на вопросы, подозреваю, не знал и папа. В чем наша миссия? Если всю жизнь ты живешь, 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 а потом в один вечер, просто потому, что так сложили звезды, ты убиваешь хорошего человека. Что, что значили все эти попытки быть хорошим парнем, если ты убийца и должен сидеть? И теперь страна гадает, это новая забава у страны, насколько он сядет? Минит ли его чаша сия под названием строгое соблюдение закона? Или это будет Шемякин суд? Знаете идиому Шемякин суд? Суд неправедный, несправедливый, или он, как Евгения Васильева, который я упоминал в начале. Это пышно-грудая, пышно-задая девушка, которая участвовала в полном разорении страны вместе со своим толстячком, пошедшим на повышение. И потом некоторое время месяцев проведшая в колонии, подозреваю, он гениальным пентхаусом, в котором живет Андрей Малахов на выездах, на гастроли. И вернулась домой. Думаю, живет припевающий в квартире из Анфилады и 39-ти, да одних только спален. Чью судьбу он повторит? Если единственный из публичных людей, Собчак не берем в расчет, она уже начала новую президентскую кампанию, где снова проиграет, но ей нужна кампания не для выигрыша, а чтобы имя полоскали. Если твой соратник Панин, это напоминает мне американскую поговорку. Для того, чтобы понять, в каком ты оказался дерьме, взгляни на роже своих адвокатов. Если единственный, кто с тобой солидарен, это Панин, тебе нужна такая солидарность. Михаил Ефремов будет забыт публикой ровно через несколько дней после того, как зачитают приговор. Каким бы ни был приговор, а почему его отправили под домашний арест, до сих пор загадка. Каким бы ни был приговор, вы же понимаете, как в случае с любой другой знаменитостью, это будет предано забвению, пока в страну не всколыхнет никакой другой эксцесс. Но выводы мы должны сделать сейчас, здесь, потому что по опыту я знаю, что если мы не сделаем сейчас этих выводов, никто вместо нас их не сделает. Кто такой Михаил Ефремов? Он убийца. Потому что Сережу, извините за амикошонство семья Захаровых, его не вернешь. Единственная его вина в том, что он ехал по этой трассе тем вечером, чтобы в выходные отправиться к маме. Я нашел цитату из русского писателя, живущего поныне, дай бог ему здоровья, Сергея Гондлевского. Антону Шестаку, продюсеру программы «Каково», я зачитал пару цитат из него, хожу и на каждом шагу утверждаю его как мыслителя, который требует себе внимания. Вот что он говорит про людей, которые проявляют себя так или иначе. Про Савчак, автора подметных песен, про Добровинского, отказавшегося защищать моего товарища, кстати, Александр Добровинский, мой товарищ, отказался защищать Михаила Ефремова. По какой причине? Мне важно, как я буду смотреть на себя в зеркале. Вам понятно все? Или эта фраза тоже требует перевода? Что значит дела с людьми плохи? Спрашивает корреспондент. Не Дмитрий Быков, теперь Лев Данилкин, очень хороший автор. Сошлюсь на восстание масс Артегии Гассета. Это произведение такое. На стихотворение Цветаевой про читателей газет. На слова Чехова. Чехова! Вездесущий Чехов. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что 99 человек и ста не имеют ума. 99 человек и ста не имеют ума. Мир выглядит совсем пропащим, подтверждает мою мысль Сергей Гондлевский. Но, в отличие от меня, только что выступавшего у вас на глазах, говорит, но мне это не кажется уважительной причиной для трусости. Мы не можем с вами, даже любя Ефремова, не отречься от него. И милость к падшим призывал, да, а как это повторить, эту строчку из великого поэта маме Сереже Захарова. Говорят, что ей так и не сказали о том, что ее сын погиб в центре Москвы, убит в центре Москвы алкашом, забывшим о том, что его жребий целить людей, а не убивать их. Я нашел поэму Антокольского «Сын». Но там хоть герой умирает на войне, Антокольский, у Антокольского Павла Антокольского, почитайте, поэт, был сын, он умер на войне. Сейчас, когда мы все молимся за семью Захаровых, лишившиеся кормильцы, и пока в преддверии приговора все ломают башку, к какому крылу примкнуть, чтобы потом не оказаться в просаг. К тому, который порицает Ефремова, или к тому, кто говорит, что он объект травли, поэтому и нажрался в тот вечер. Больше наглости, чем искать оправдание убийству, я не знаю. Вот как заканчивается поэма «Сын» у Павла Антокольского. «Прощай, мое солнце, прощай, моя совесть, прощай, моя молодость, милый сыночек потом идет, прощай, поезда не приходят оттуда, прощай, самолеты туда не летают, прощай, никакого не сбудется чуда, а сны только снятся нам, снятся и тают. Собчак, слушай внимательно, посылающие лучики добра и надежды и поддержки к убийцу. Мне снится, что ты еще малый ребенок и счастлив, и ножками топчешь босыми ту землю, где столько лежит погребенных, на этом кончается повесть о сыне, но тут хотя бы смерть на войне ради высшей правды, чтобы глаза горяли священным огнем высшей правоты. А как маме объяснить, что ее 57-летний сын, который являл собой идеальный образ русского парня, умер ни за что от пьяни подзаборной, в которую выродился тот, кого некогда я, 8-летний, почитал кумиром. Когда я вырасту и стану великаном, я всем разбитые коленки залечу. Никто из нас не стал врачом, ни Михаил Ефремов, ни я, но я, по крайней мере, не убийца. Я, по крайней мере, более всего в этой истории переживаю за маму и за семью, которая пока не идет на примирение. Но в нашей жизни все возможно. Вдруг они пойдут на примирение за окаянные один знаки, потому что людям, я не осуждаю, нужно как-то жить. Посмотрим, какое развитие получит эта история. Концовка будет особенно выразительной, пока я закончу высоковольтными словами после всего, что вы услышали в моем исполнении. Моя мама не пережила благодарения небесам своих сыновей. Мои братья умерли убитые. Убитые, в буквальном смысле. Уже после смерти родителей цинично звучит, но, может быть, это единственное, что они сделали правильно в своей жизни. не дали родителям хоронить себя. Я не представляю себе жеребия семейства Захаровых. Прощай, Сережа Захаров. Покойся с миром. И прощай пребывающий в виртуальном гробу Михаил Ефремов, так и не ставший великаном из того фильма, который я держал в голове, когда вступал во взрослую жизнь и хотел, чтобы моя жизнь была полезной. Я тоже хотел быть полезным людям, как и ты когда-то. Что же до вашего вопроса? Кому можно верить в сегодняшнее, в сегодняшнем Тарараме, левым или правым? Атар, кому можно верить? Собчак? Или актеру Панину, ебущемуся с собакой? Или красным, выступающим на одном канале? Или черным, выступающим на другом канале? Или голубым, пытающимся соединить их всех? Вы жалеете того, кто погиб, кого убили? И верьте только мне, потому что только я и только в программе каково из раза в раз с помощью вас все время множащейся аудитории, за что спасибо, утверждают ценность человеческой жизни, ценность наших отдельно взятых матерей и величие маленького человека, который имеет право на то, чтобы дожить свою жизнь до конца, не будучи убитым пьяной мразью. А всех остальных, кроме Атарика и программы каково? Посылайте, блять, нахуй! Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok